В Казанском университете стартовал Четвертый международный форум по педагогическому образованию Ночь открытия КФУ собрала рекордное число посетителей Команда Татарстана завоевала гран-при российской студенческой весны В Казанском университете стартовал Четвертый международный форум по педагогическому образованию Значимость этого события отмечена на государственном уровне В церемонии открытия форума приняли участие Представители Министерства образования и науки Российской Федерации А также руководители правительства Республики Татарстан Подробности далее С 22 по 24 мая в Казанском федеральном университете Проходит четвертый международный форум по педагогическому образованию Который проводится для ученых, педагогов, практиков, психологов Сферы образования, представителей крупных международных научных изданий Торжественно открыли мероприятия ректор КФУ Ильшат Гафуров Замминистра образования и науки Российской Федерации Татьяна Синюгина и министра образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов Доля педагогического сегмента в некоторых непедагогических университетах Стала уже вполне сопоставима со специализированными вузами Например, Казанский федеральный университет Входит в число трех крупнейших центров подготовки учителей в стране Обучая более пяти с половиной тысяч студентов по этому направлению По, конечно, приведенному контингенту Это примерно 16% от общей численности студентов нашего учебного заведения На площадке Казанского университета собрались лучшие специалисты В области педагогического образования из 93 российских и 65 зарубежных вузов Форум, несмотря на свой молодой возраст, получил широкую известность в профессиональных кругах Уникальное событие общенационального масштаба Я бы даже сказал, что мирового масштаба в рамках педагогической науки В рамках взаимодействия между различными школами по подготовке педагогов Особую важность в данный момент в педагогическом образовании Занимает важность роли педагога нового образца Формирование мультикультурной, высокотехнологической и дружественной образовательной среды Когда мы говорим о необходимости действительно повышения квалификации учителей И постоянная работа с учительским корпусом Со своей стороны мы будем очень активно способствовать тому Чтобы действительно уровни педагогического образования А мы к нему относим и школьный в том числе Когда речь идет о профориентационной работе и профилизации И с нашей помощью эти грани и барьеры стирались И эти уровни действительно становились единым целым При получении профессионального педагогического образования Ключевыми требованиями для создания качественного образования Является предоставление педагогу хорошего профессионального, научного и, конечно же, творческого роста Наша деятельность – это залог того, что мы не просто выполним майский указ президента А сделаем нашу систему образования лучше, чем она есть Нам бы хотелось, чтобы она была не просто в десятке А была бы просто лучшей системой образования Республика Татарстан – один из регионов-лидеров в развитии системы общего образования в России Это проявляется и в результатах государственной итоговой аттестации И по результатам заключительного этапа Всероссийских олимпиад школьников По которым мы стабильно входим в пятерку лучших Стоит отметить, что на базе Казанского федерального университета Функционирует система научных центров Приволжского федерального округа Способствующих выполнению главной задачи, поставленной президентом России Войти в топ-10 стран по высокому уровню качества общего образования Работа форума продлится до 24 мая Обсуждение основных тем продолжится в рамках секционных заседаний и круглых столов Диана Шилова, Леонард Вольсьяров, Универньюз Ученые из России, Швеции, Японии, США и многих других стран Приняли участие в традиционном университетском семинаре «Жизнь геномов» Большинство из представленных проектов являются совместными с Казанским университетом Подробности в сюжете Адели Шамиловой Международный семинар «Жизнь геномов» уже можно смело назвать традиционным для Казанского университета В очередной раз на площадке вуза данное мероприятие начало свою работу В этом году его программа включила в себя обзорные лекции ведущих зарубежных и российских ученых О современных исследованиях в области активности генома Методологические семинары в доступной форме О применении методов генного и геномного анализа в биологии и медицине Сессия для владых ученых, где каждый получил возможность рассказать о своих научных исследованиях Это уникальная возможность собрать в Казанском университете представителей ведущих лабораторий Которые работают с большими базами данных и уникальными подходами Позволяющие анализировать биологию и медицину клеток и тканей организмов на уровне всего генома То есть такие большие объемы данных Как отмечают организаторы, семинар уже стал одним из брендовых мероприятий, проводимых Казанским федеральным университетом И является прекрасной возможностью для других коллективов университета присоединиться к научной работе Все иностранные участники максимально настроены на сотрудничество с КФО Представлялись данные, которые получены с непосредственным участием молодых ученых из Казанского университета То есть в этом плане можно сказать, что это международный симпозиум, который предоставляет результаты работы казанских ученых в том числе Заметим, семинар «Жизнь геномов-2018», который проводится в рамках совместного российского-японского гранта Российского научного фонда Имеет цель стать не только площадкой для партнерского диалога, но и повысить внутриуниверситетскую коллаборацию Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз КФО организовал очередную серию проекта «Про наука» Гостей ждали лекции, квесты, конкурсы и многое другое Подробности в следующем сюжете В Казанском федеральном университете прошла восьмая серия научно-популярного проекта «Про наука» в КФУ «Ночь открытий» Открыли мероприятие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров и министр образования Республики Татарстан Рафис Бурганов В первую очередь были подведены итоги конкурса «Почему КФУ», где абитуриенты рассказывали, почему они хотят учиться именно в Казанском университете Среди участников разыгрывались ценные призы Главный приз iPhone 7, который ректор вручал лично, выиграла ученица Казанской гимназии номер 152 Анастасия Белова Анастасия, я тебя поздравляю с победой, надеюсь, что ты пересечешь порог нашего университета уже в этом году И пополнишь огромный коллектив нашего университета, где студенты и преподаватели работают по принципу взаимодополнения Мероприятие показало, насколько разнообразны направления подготовки будущих специалистов «Ночь открытий» служит для привлечения абитуриентов разных регионов и стран Много учебных заведений готовят по той или иной специальности Здесь будут доказывать, что в университете это делают лучше И это будет делаться для тех, кто сюда приехал из других регионов Поэтому то, о чем вы говорили, безусловно, этому будет способствовать вот этот великолепный сбор ученых, абитуриентов, студентов «Ночь открытий» подарила своим гостям возможность поучаствовать в интеллектуальных квестах Флэшмобе с чтением произведений Льва Толстого, сыграть футбол с роботами, понаблюдать за химическими опытами И даже раскрыть тайны вселенной с помощью микроскопа или телескопа Телеканалом «Универ ТВ» был проведен интерактив «Почувствуй себя телезвездой» Любой желающий мог попробовать себя в роли корреспондента и записаться на камеру Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс Гран-при в общекомандном зачете Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», завершившегося в Ставрополе, разделили Республика Татарстан и Ямало-Ненецкий автономный округ Подробности далее С 15 по 20 мая в Ставрополе состоялся один из важных праздников студенчества страны – фестиваль «Российская студенческая весна» Из Республики Татарстан туда отправились более ста делегатов, большая часть студента Казанского федерального университета В общекомандном зачете сборная Татарстана взяла гран-при, а также завоевала призовые места в направлении журналистика, театр, музыка и танцы По приезде из Ставрополя в Министерство молодежи Республики Татарстан прошло награждение студентов Студенческая весна – это тот праздник, который, на самом деле, мне кажется, для студентов имеет наибольшую ценность Потому что таких фестивалей и подобного рода фестивалей, конечно же, альтернатив студенческой сни нет И каждый студент, творческий он или чуть-чуть творческий, он так или иначе попадает в эту волну, волну студенческой весны И на самом деле для студента высшей точкой вот этого студенческого творчества, конечно, является попадание на Всероссийскую студенческую весну А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!